Будет жарко. В четверг и пятницу в некоторых домах Сургута станет значительно теплее в связи с необходимостью проведения испытаний тепломагистралей. Произойдет это в восточном жилом районе и промзоне Сургута, запитанные от ГРЭС-2. Этой теме сегодня было посвящено экстренное совещание в администрации города. На встречу присутствовали представители мэрии, ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний. Испытания организуют и проводит компания СГЭС. Остальные предприятия оказывают содействие. С 14 часов 18 мая максимальная температура теплоносителя будет постепенно повышаться до 142 градусов, а в жилых домах и социально-культурных учреждениях до 95 по Цельсию. Одна из основных тепломагистралей, которая транспортирует тепловую энергию на нужды отопления в город, тепломагистраль ГРЭС-2 ВЖР, восточный жилой район, подошло время, скажем, ее испытания на максимальную температуру теплоносителя. То есть это мероприятие требуется правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, то есть проводится мероприятие еще раз один раз в пять лет. И важным условием проведения данного мероприятия является установление положительных среднесуточных температур и проводится, как правило, перед окончанием осенне-зимнего периода. Все работы планируются завершаться к 6 утра 20 мая. Специалисты убедительно просят сургутян в эти дни быть внимательными, не приближаться на улице к трубопроводам, не оставлять транспорт в охранной зоне сетей. Кроме этого, жителям многоквартирников необходимо открыть вентили отопительных приборов в квартирах. Список микрорайонов уже размещен на сайте городских тепловых сетей. В противном случае необходимого эффекта добиться не получится, и эти же манипуляции ресурсникам придется проводить заново. Мы как исполнители коммунальных условий по теплоснабжению и горячей воде, а так и как ресурсотнабжающая организация гарантируем, что оплата за эти температурные испытания у потребителя и у наших абонентов не изменится, то есть не вырастет. Так что лишнего никому ничего не предъявлено. Это наши эксплуатационные затраты. Продолжение следует...